Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео важный вопрос. Проверка файлов и сайтов на вирусы онлайн с помощью VirusTotal. Итак, если вы никогда не слышали о VirusTotal, то информация вам должна пригодиться. Это один из сервисов, о которых следует знать и помнить. В нашем видео мы подробно покажем, что и как можно проверить на вирусы в VirusTotal и когда имеет смысл воспользоваться такой возможностью. Прежде всего о том, что такое VirusTotal. Это специальный онлайн сервис проверки на вирусы и другие вредоносные программы файлов и сайтов. Принадлежит он Google, все полностью бесплатно. На сайте вы не увидите никакой рекламы или еще чего-либо, не относящегося к основной функции данной программы. Итак, поехали! Итак, первый вопрос нашего видоса. Онлайн проверка файла на вирусы и зачем это понадобится? Самая распространенная причина появления вирусов на компьютере – это скачивание, установка или просто запуск какой-либо программы из интернета. При этом даже если у вас установлен антивирус, а загрузку вы осуществляли с проверенного источника, это совсем не означает того, что вся информация полностью безопасна. Идем далее, и вот давайте будем рассматривать именно вариант с сайтом VirusTotal. Итак, любой файл размером до 64 МБ вы можете полностью бесплатно проверить на вирусы онлайн с помощью сайта virus-total.com, прежде чем его запускать. При этом будет использовано сразу несколько десятков антивирусов, куда входят и Каспиерский, и Note32, и Bitdefender, и куча других, известных и неизвестных вам. В этом плане Гуглу можно верить, это не просто реклама. Итак, мы открываем наш браузер, в данном случае у меня Chrome. Соглашаемся, тут такое дело. Вот, VirusTotal, virus-total.com В данный момент этот сайт у нас англоязычный, но здесь и так все понятно. Файлы проверка, проверка ссылок и поиск. Соответственно, например, мы получили письмо, как я вам очень часто рассказывал в наших стримах, на канале Компьютерная Академия. Часто очень ко мне приходят непонятные письма. Пишут там типа, техподдержка Ютуба, или мощная фирма какая-то там. Вот, и он начальник рекламного отдела. Если мы более подробно обратим внимание на адрес его почты, а там написано, Вася Пупкин, gmail.com На это дело мало кто обращает внимание. Это главный недостаток, человеческий фактор. Итак, мы получаем вот это письмо, и там ссылочка. Сперва письмо. Товарищ, давай, ну, сделай нам видосик, буквально 20-30 секунд, и мы тебе заплатим 3 или 4 тысячи боксов. У всех сразу глаза круглые. И мгновенно мы бежим на ссылочку, которую нам предлагают. Сперва ссылочка, а внизу отписаться от данной рассылки. Первую ссылочку нажимаем, и мы идем дальше. Там сразу логин, пароль какой-нибудь, или какой-нибудь файлец. Скачиваем сдуру этот файл, и потом мы имеем проблемы. То есть, запуская, исполняем какой-либо файл, мы соглашаемся со всеми, так сказать, проблемами, которые возникнут на нашем компьютере. И очень много, особенно у владельцев YouTube-каналов, поводили каналов, из-за того, что они позарились на вот эту вот сумму 3 или 4 тысячи долларов. Вот эти ссылочки, блин, обязательно надо проверять. Для чего есть сайт virus.total.com? Для того, чтобы вот URL нажимаем, копируем ту ссылочку, которую вам предлагают открыть, или файлец, например, который вам обязательно надо скачать и открыть, но лучше его не скачивать, а лучше просто ссылочку. И вот копируем, и сюда вот вносим свою ссылочку. Нажимаем Enter, и, соответственно, сайт начинает проверять. Проверяет очень быстренько, и, соответственно, мы в конце, в итоге, получаем табличку, на котором красным цветом выделена именно фишинговая программа, и так далее и тому подобное, ссылка фишинг, и так далее. И нам указывают, что, ребята, не лезьте туда, не занимайтесь ерундой. И, соответственно, я несколько раз пользовался вот данным сайтом virus.total.com, и он мне определял, что да, это фишинговая ссылка, не лезьте туда. Вторая ссылка, например, отписаться от данной рассылки. Мы тоже копию ссылочки этой делаем, и сюда заносим, вот в эту область. И она тоже пишет, что, ребята, там опять-таки фишинки, куча и куча всяких заразных программ. И, соответственно, да, я попользовался этим делом, этим сайтом, да, вспоможная штука по-любому. И учитывая то, что сейчас идет большой веер вот этих вот атак, различных писем, ссылок непонятных и так далее, и я задал себе вопрос, а как же можно, может быть, расширение поставить данного сайта на наш браузер. У меня браузер Chrome. И, соответственно, посмотрел, посмотрел, как-то тут все по-английски, ну, как-то так. Ну, и вот знакомые что-то открываем. Ага, здесь у нас есть различные, так сказать, ссылочки правильные. Desktop нам не сильно... Браузер, вот это нам надо. Давайте браузер нажмем. Что нам предлагает? По-английски тут все написано. Ну, и так предлагают нам для Google Chrome или Mozilla Firefox браузерные расширения под названием WT4 Browser. Ссылочка есть одна и ссылочка есть для Firefox. Соответственно, давайте попробуем. Качнем, посмотрим, что это такое. Скачиваем, так, установить WT-браузер. Все, соответственно, описание тут есть. Что она у нас в настройке имеет. Можно настроить под себя. И, соответственно, есть в менюшечке есть сканировать, например, данную ссылочку или данную страничку с помощью этого расширения на сайте virus.total.com. Согласаемся, устанавливаем. Давайте установим. Установить расширение. Все прекрасно. И мы видим в правом верхнем углу, у нас уже появилась данная ссылочка. Вот она у нас есть. Соответственно, можно настроить параметры. Например, зайдем и посмотрим. В параметрах что у нас есть? Не сканировать doc.cx и pdf. Ребятки, снимаем эту галочку. Надо сканировать doc.cx. По-любому и в pdf. Гиперссылочки есть, которые нас приведут очень в неправильные места. Соответственно, ссылочку ставим. Тег, тег, тег. Download file. Show send of virus. В принципе, давайте вот тут поставим, чтобы, так сказать, на всякий пожарный мы все-таки проверяли. Проверяли наши сайты. То есть ссылки, файлы и так далее, которые мы скачиваем, чтобы все-таки проверял сайт virus.total.com. Это будет более надежный вариант. Scandal.urls. Не-не-не, обязательно. Снимаем эту ссылочку. Doc.cx и pdf и проверяем. Отправлять анонимную информацию, ну, как-то так. Мне как-то оно не очень. Save. Все, сохранились. Все есть. И тут дополнительные есть у нас. Включено. Версии имеется. Индификатор имеется. Доступ к сайтам. Разрешить расширение просмотра и изменение ваших данных на посещаемых сайтах. На всех сайтах. Согласен, да. Разрешить использование в режиме инкогнито. Ну, это мы посмотрим. Решить открывать локальные файлы по ссылкам. Ну, локальные, может быть. Потом разберемся. Сообщать данные об ошибках тоже разберемся. Параметры расширения это отдельно. И перейти в магазин тоже самое. Удалить расширение это мы успеем завсегда. Итак, на нашем сайте мы стали счастливыми обладателями расширения WT4 браузер. Вот будем пользоваться. Будем, так сказать, проверять вот эти вот непонятные левые письма, левые ссылочки, левые файлы с левых сайтов от якобы менеджера, офигительного менеджера, по которому написано на теле письма и так далее. А на ссылочку мы же, то есть на адрес отправителя мы, блин, никогда не смотрим. Так что будьте бдительны. И пользуйтесь правильным программным обеспечением для проверки онлайн наших скачиваемых файлов и так далее. Так что вот как-то так. Правильное расширение. Идем дальше. Данный сайт и данное расширение очень пригодится, если вы часто попадаете на сайты, которые настойчиво предлагают вам обновить браузер, скачать якобы какую-то защиту или сообщают вам о том, что на вашем компьютере обнаружено неожиданно множество вирусов. Обычно как раз на таких сайтах вирусы и распространяются. Подводя итог, скажем следующее, сервис очень полезен и, насколько я могу судить, надежен, хоть и не лишен некоторых недостатков. Тем не менее, с помощью вирус Тотал начинающий пользователь сможет избежать многих возможных проблем с компьютером. И это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Ремонтка.про Я думаю, данная информация принесла вам пользу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, нажимайте на колокольчик. С нами будет интересно. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.